Добрый день, дорогие друзья! С вами я, епископ Ильберт Радкин, наш канал «Взгляд с небесный». И сегодня пойдет разговор о нашем настоящем, о нашем будущем, об экологии нашей страны. Недавно в Госдуму внесли законопроект, я держу его в руках, который, если его примут, в нынешнем виде, лишит многих россиян и даже целой общественной организации право инициировать и проводить общественную экологическую экспертизу. То есть проект закона сильно ограничивает возможность использования одного из основных механизмов независимого контроля за намечаемой хозяйственной деятельностью, а также ставит вопрос о независимости самой общественной экоэкспертизы. Как же мы, верующие, можем участвовать в охране природы? Ну, во-первых, дорогие братья и сестры, действуя в полном соответствии с социальной концепцией протестантских церквей России, в которой сказано, что протестантские церкви рассматривают экологическую этику как неотъемлемую часть христианской этики. Любовь к Творцу подразумевает и любовь ко всему его творению. Благоговение перед Творцом должно проявляться в благоговении перед сотворенной им жизнью. Протестантские церкви готовы активно сотрудничать с природоохранными организациями и образовательными учреждениями в защите окружающей среды и эколого-просветительской работе, поощряя личное участие своих членов в деле охраны природы. Верующие могут также участвовать в судебных процессах, в других акциях против нарушения природоохранного законодательства, используя исключительно ненасильственные методы отстаивания экологических прав. Сегодня я предлагаю практический механизм участия верующих в защите экологических прав путем мирного написания писем с отзывом на законопроект. Не нужно митинговать, а просто написать электронное письмо и отправить на адрес, указанный выше. Вы также найдете его в описании к нашему ролику. Не стойте в стороне, будьте активными, защищайте созданное Богом творение. Еще раз повторюсь, что в конце этого ролика вы найдете это письмо. Его нужно будет в электронном виде подписать и направить на имя, я подскажу вам еще раз, на имя председателя Комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. Это Дмитрий Николаевич Кобылкин. Законопроект будет рассматриваться 6 июня и до этого числа. Я прошу вас, напишите письмо, подпишите его. Давайте не будем стоять в стороне, ведь это наше настоящее и будущее наших детей. Благослови вас Господь. С вами был я, епископ Альберт Радкин. Наш канал «Взгляд с небесный». Подписывайтесь, ставьте лайки, поддерживайте нас молитвами и своими финансовыми. Благослови Господь. Благослови Господь.